В рамках программы Рухани Жангару жители села Дугалан отметили 55-летие родного аула и 90-летие Алгабасского сельского округа. Сегодня один из отдаленных населенных пунктов Абролинского региона, в немалой степени пострадавший от испытаний на Семиплатинском ядерном полигоне, успешно развивается. Надо сказать, что праздничные мероприятия были проведены не за счет бюджетных средств, а благодаря социальной активности и ответственности сельчан, которые к юбилею провели благоустройство населенного пункта и установили уличное освещение. Подробности у нашей съемочной группы. Аул Дагалан Алгабасского сельского округа, основанный в 1963 году, находится между Семеем и Карагандой, примерно на расстоянии 60 километров от эпицентра ядерных испытаний. Сегодня в округе проживает около тысячи человек. Местные жители активно занимаются животноводством, поставляя на рынке городов продукты сельского хозяйства. На данный момент здесь успешно действуют более 30 крестьянских хозяйств. За счет средств, собранных местными жителями к 90-летию родного сельского округа, на въезде в Дагалан установлена арка с названием населенного пункта. Ее официальное открытие стало началом юбилейных мероприятий. Торжественное собрание в честь юбилея стало прекрасным поводом для встречи разных поколений. Конечно же, особый почет и внимание заслужили люди, внесшие свой вклад в развитие родного села. В ходе мероприятия Кимокруга ознакомил гостей с истории сельского региона и его достижениями за годы независимости. От имени односельчан он вручил благодарственные письма членам инициативной группы, которые собрали средства и организовали юбилейные мероприятия. Всего на праздничные торжества аулчанами было собрано свыше 5 миллионов тенге, часть которых была направлена на благоустройство Дагалана. На семи улицах был проведен текущий ремонт дорог, восьмую постарались отремонтировать капитально. Для этого специально завезли щебень, также было установлено 50 точек освещения. Они были закреплены за отдельными домами. Кроме того, в шести километрах на въезд в наш аул мы установили арку с надписью «Доголан». Текущий ремонт также был проведен на протяжении всей дороги, которая ведет в аул. Все это было сделано благодаря спонсорским средствам, собранным аулчанами. Также в рамках юбилея в центре Дагалана был организован праздничный концерт. Всех гостей праздника и местных жителей пригласили к летней сцене, которая была построена выпускниками школы 1998 года. Вниманию гостей и сельчан были представлены номера местных творческих коллективов и приглашенных артистов из числа выходцев аула. К 90-летию сельского округа выпускники школы 1998 года в качестве подарка построили и подарили родному селу летнюю сцену. Поздравляем всех с юбилеем! Пусть наш аул процветает и становится лучше! Все мероприятия, посвященные 90-летию, проходят на высоком уровне. Люди довольны. Любовь к родине начинается в семье. Те, кто любит свой аул, будут и любить свою родину. Пусть наша молодежь, будущее нашей страны, будет счастлива. Аксакалы и опашки из нашего села, а также выпускники школ, объединившись, вносят свой вклад в развитие аула. Благодаря их заботе наш аул процветает и благоустраивается. Желаю, чтобы такие народные праздники проводились постоянно. Я уверена, что наша молодежь, беря пример с представителей старшего поколения, будет вносить вклад в процветание родного аула. Ни один грандиозный той не обходится без соревнований по национальным видам спорта. На специально оборудованной площадке все желающие могли попробовать свои силы в беге на различные дистанции, а также в конных состязаниях. Отметим, что на предложение организаторов выиграть ценные призы. С удовольствием откликнулись взрослые и дети. Каждого участника поддерживала группа болельщиков из числа родных и близких. Наибольший интерес жителей, конечно же, вызвала байга на различные дистанции. По ее результатам победители были награждены денежными призами. Завершил череду юбилейных мероприятий красочный фейерверк, ставший кульбинацией праздника.